Сегодня совершенно очевидно, что Пентагон реализовал на Украине план военно-биологической оккупации. При содействии киевского режима было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования, эксперименты над гражданами Украины. В результате такой оккупации стала сама Украина очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения. В 2005 году оранжевая революция и приход к власти ставленника США Ющенко открывает дорогу. И не случайно один из первых визитов господина Обамы и Лугара, которые продвигали проект «Нанолугара». И горы оранжевых апельсин. Они посещают именно биолаборатории и тогда заключается предательское соглашение между Минздравом Украины и Пентагоном. Заметьте, между Минздравом и Пентагоном. С благословения, конечно, предательской позиции президента Ющенко. Людей везут в больницу с менингитом. До чего мы дожили? И в этом соглашении уже заложены абсолютно дискриминационные для граждан Украины условия. То есть, фактически, пошагово начинают превращать граждан Украины, саму Украину в живой полигон исследований и испытаний. Но самое ужасное, что все, что они собирали на территории Украины, что их интересовало, это биогенетические материалы, вирусы, патогены, они отправляют почтой для того, чтобы скрыть от общественности и на Украине, и в Соединенных Штатах, и от всего мира, а что же они отправляют в биолаборатории Пентагона, высокотехнологичной. И что получают обратно? По сути, посольство США на Украине начало работать как выездной офис Пентагона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok